я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки наш храм снимается тамара яковлевна настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма я староста храма а сейчас уже на пенсии я из норильска купили рядом с храмом дом а пойдемте вот так вот эта церковь будет лоб лоб начало строительства 1860 храм очень намолен много людей приезжают храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадрат вот такая вот часовня вот это вот площадь магазины все так и да а вообще было с вирусом карантин с карантин постоянный наш прихожанин и говорит тамара яковлевна что службы нет я говорю нет я же только сейчас слышу пение очень красивое женское пение ну вот то что идет служба я говорю ну вы же видите храм пустой никого нет резко не знаю как правильно сказать опять же пишем построен на яичных желтках даже во время войны нет ни одной трещины ну как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы посмотрите вот это колокольня вам показывать я думаю видно колокола не висят почти вернее их совсем нет вот с той стороны храма захоронение всех священнослужителей кто служил в этом я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро камеру отопление вентиляция все это идет под землей то есть а что такого там необычного такой вот соков живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим сокола у вас здесь живет это же сокол до птица если правильно моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там на небесах это зачтется надеюсь добрые вы считаете добрый я не только считаю а как его-то по вашего охранника доблестного замула если погладить цапнет нет я смотрю он так это за крадется крадется елка привет не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он старые люди которые делали уборку разве чуть в разрушенной церкви икона а пойдемте к ней подойдем к этой иконе что поближе люди чтобы дорогие друзья и подписчики вы рассмотрели о чем идет речь что икона начала очищать очищение вот пожалуйста друзья я трижды вызывала реставраторов и и не взяли на реставрацию дорогие братья и сестры давайте поможем этому храму крещение например детейшек проводится в этом храме все и то есть это можно к вам все вопросы да все все проводится и все праздники и крещение венчане все в нашем храме передать всем привет норильчанам всего доброго и приезжайте в гости я вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки он храм виднеется храм николая чудотворца друзья вот так вот она выглядит вернее он этот храм со стороны где магазины сегодня выходной день много людей гуляет движение нормальное вот так вот он выглядит со стороны магазинов скажем так центральная часть этого пятачка друзья вот так вот эта церковь выглядит лоп 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 так вот пару дней снимаю это видео сегодня не пасмурная погода солнышко светит вот так вот выглядит она со стороны главного входа вот такая вот стена здесь рогачевский сельхоз рынок люди гуляют и вот такая вот она церковь николая чудотворца никольский храм сокращенно друзья вот такая вот стена или что это колонна видимо здесь была стена или что это колонна стена большая на месте этой сетки на стены этой со временем не стало года ее съели и осталась вот такая вот в ней такую столпу с кирпича потому что года не пощадили эту крепость стену я так это пишите в комментариях мои догадки что здесь была стена неприступная но вот то что от нее осталось а дальше сетка можно посмотреть вот здесь уже кирпичи кирпичи вываливаются и она очень видно что древняя но как говорится наш кирпич он ведет себя достойно держит годы оборону держит оборону скажем так и что то еще осталось здесь друзья вороны каркают как назло но нам это не помеха друзья вот такой вот домик на церковная лапка если кто помнит где обитает наш орлан наш орел коршун сокол у него много уже названий а благодаря моим видеороликам такой вот храм вид профиль думаю вам всем видно как и мне рам друзья поснимаю так же для вас со всех сторон чтобы вам более подробно 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 видно интересно наверное надеюсь что вам это интересно вы поставите большой жирный лайк на это видео друзья вот такой вот вход в храм вход в церковь в храм давайте посмотрим под углом рассмотрим вернее какой вот красивейший храм правда купола уже всем видно они какой-то пленки по-моему или это металл будет позолотой позолота будет наноситься так вот тот другой первый самый видите да левее который купол но все равно очень красиво такие места они не могут быть некрасивыми друзья вот такая вот часовня вот это вот площадь магазины храм такие вот ворота интересное часовня Александра Невского 19-й век я думаю не очень яркое солнце хотя оно прям слепит глаза телефон греется безумно что-то не срабатывает фокусировка но думаю вернее не ловит он так ну-ка от жары наверное перегрелся я уже пару часов снимаю на свой телефон такая часовня вот такие ступеньки друзья и вот такая вот часовня давайте зайдем вовнутрь поднимемся такие вот ворота двери вернее ручной работы я так понимаю копка копка из металла ручной работы да и такая вот друзья красота посмотрите какой какие стены уже старые убитые временем слезла краска с икон или преска как это правильно преска наверное друзья мы с вами у ворот храма в рогачёво очень старый древний храм восемнадцатого и девятнадцатого века друзья давайте зайдем во внутрь этого храма и посмотрим более внимательно архитектуру сказали что там очень интересно местные жители просто прохожие вот он выход люди уже выходят служба закончилась на сегодня я приду еще раз в это место поставить свечку за здоровье родных которые живы и за упокой умерших родителей которых уже нет надеюсь вы также чтите своих родителей и помогаете своим родным за здравие я имею ввиду поставить свечу и за упокой родителям у меня они уже к сожалению их живых нет думаю они видят то что я делаю в принципе благое дело и и снимаю это все для вас друзья такие вот ступеньки такая дверь сколько ей интересно лет опять же пишите в комментариях ваше мнение сколько она они уже стоят их две и вот такие вот ступенечки вернее то что от них осталось кстати вот я хотел вам показать как-то пропустил и только сейчас вспомнил такие вот плиты я думаю это памятник нажмите на паузу если вам не видно если я как-то быстро кручу камеру и более внимательно если вам конечно интересно почитайте что здесь написано друзья и такая вот плита надгробный камень все воздвигнуть глубоко чтимому пастырю священно Ирию Михаилу Васильевичу Воронцову о Воронцову любовью и усердием благодарных прихожан все таки я это прочитал друзья это видимо древнерусский язык вернее написано на нем и вот еще один даже вот скол видите все да красивейшее место красивейшее место вернее вернее меня ноги привели и вот тоже священник Михаил Васильевич Воронцов скончался в 1896 году я так понимаю 30 октября на 62 году от рождения видите как я уже читаю вот вот такие вот стены совершенно свежие как можете наблюдать краска побелка не знаю как правильно выразиться опять же пишите в комментариях поправляйте меня сильный ветер опять поднялся когда я прихожу в это место начинаю снимать почему-то поднимается сильный ветер вот такая вот фреска или не знаю как правильно сказать опять же пишем пусть будет икона на стене церкви храма такая вот икона друзья приезжайте сами и рассмотрите все своими глазами я вот то что могу показываю вам но в живую конечно это намного интереснее наблюдать чем моими глазами территория такой вот храм я обещал вам поснимать его поближе карантин закончился почти и храм открыли можно зайти и помолиться давайте еще раз посмотрим такая вот она не изображены лики святых каких пишите в комментариях друзья давайте пройдемся с другой стороны храма посмотрим что здесь интересного есть здесь такая вот территория и храм в поле часовня друзья безумно интересно и красиво это моя наверное первая съемка таком замечательном интересном месте подходим мы с вами еще к одной картине да почти не видно я думаю в ближайшее время это все закрасят поэтому давайте с вами просмотрим пока у нас есть такая возможность пока это все не исчезло навсегда может быть отреставрируют и восстановит картины иконы вернее а может быть их закрасят что-то другое будет или вообще будет просто белая стена видите кладка из красного кирпича поэтому так прохладно я думал бетонная но ошибся извиняюсь людям свойственно ошибаться божья матерь образ проглядывается если вы видите другие святые если мобильный вернее пишите в комментариях считаете какие святые изображены на на стен на стене на стенах на стене в принципе здесь уже нечего больше смотреть вот так вот пойдемте обратно клетка там живет хищная птица давайте пойдем и посмотрим что это за птица друзья вот такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим такой вот красавец это же живой не чучело хищный я так понимаю его или выпускают или клетки кормят птица шикарная конечно сильная шикарная птица нет сильно его это наверное свободная но сейчас она клетки слышите как он это пение можно назвать или не знаю как но очень красиво на мой взгляд устрашающий красиво страшно красиво скажем так это сокол друзья это сокол если не ошибаюсь если я ошибаюсь поправьте меня в комментариях такая вот птица такой большой клетки большая клетка такой вот шикарный как вас зовут извините меня зовут тамара яковлевна так секундочку сележки пройдут нет они идут ко мне лена пожалуйста тут сказать чтобы пока остановились вкусовым у вас не будет добрый день добрый день как вам можно обращаться тамара яковлевна вы не расскажете про этот храм я здесь проездом просто людям немножко храм постройки 1860 года извините начало строительства 1860 освещение к службе 1885 храм построили бывшие ремесленники были у нас такие мошкины храм по площади занимает первое место в московской области 1800 квадратов храм очень намолен много людей приезжают из дальних стран иностранцы да иностранцы посещают ну экскурсии храм очень и очень намолен а вот сокол у вас здесь живет это же сокол до птица если правильно коршун а коршун да а как он вообще у вас так вот появился после впервые увидел чтобы при храме вот так вот когда он у нас проходит адаптацию почему потому что голуби вороны и впоследствии значит с ним будут заниматься чтобы он у нас был охотником пусть его будут выпускать конечно то есть подпускает к себе садится на руку да да ну наверно каким-то определенным людям да кто его кормит его кормит кто часто подходит к нему разговаривает с ним ну в общем вот так тамара яковлевна вы не расскажете историю храма вообще чтобы люди знали может кому интересно будет как баба как вообще вот он образовался на этом месте и что здесь раньше было как образовался храм рогачёва это бывшее купеческое село и собственно наследство купцов был построен вот такой храм купцы работали в москве а семьи проживали здесь вот эти дома которые на площади это бывшие купеческие дома то есть извините они уже стоят или их снесли что-то другое поставить нет это с тех времен стоят значит какого года извините они людям интересно будет какого года строения ну я вот за дома не знаю а за храм я уже ответила это раз во вторых значит храм строили всем миром вот здесь по деревням привозили ну как посылали людей и храм построен на яичных желтках даже во время войны нет ни одной трещины кроме того что вот больницы ну как вы считаете может быть что-то вот наполните чем-то ваш рассказ чтобы что-то я может упустил потому что я мало что знаю об этом месте может быть вы что-то от себя добавили бы интересно не только на мои вопросы ответили а что-то еще я тебя добавили от тебя значит что можно еще добавить вот своей стороны храма захоронение всех священнослужителей то есть там просто 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 камни или именно там тела лежат значит нет там были тела и сейчас они там есть но во время коллективизации так сказать все это было снесено и то что мы нашли мы поставили вот там могилка это последнего священнослушителя этого храма который умер от разрыва ну в общем от инфаркта когда сбрасывали колокола колокола тоже я вот наверное надо часовни если правильно подниматься туда и снимать я так пока тяжелый вход еще не дошли у нас руки а пойдемте вы мне пока вернее вот нам покажете то что вы хотели показать людям памятники я так понимаю да там есть фрески пойдемте я вот здесь пойдем как вы сказали я их снимал но я стороны да да ну пойдемте вы расскажете просто я просто снимал а вы более подробно людям расскажете будет интереснее смотреть потому что я в основном поснимал как бы внешний вид реставратор они сказали что фрески подбежат реставрации и пока они трогали эту сторону только пока та сторона у нас сделана пойдемте поближе подойдем чтобы люди видели чем а так как отапливался храм когда делали ремонт это даже из москвы приезжали и фотографировали как было сделано отопление отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного что люди приезжали и смотрели что необычного обычная но отопление само по себе храма значит раньше когда он отопливался дворами то дровами то это было 8 кубов за одну топку на неделю согревался храм и вот раз в неделю топили но для того чтобы сейчас топить то это бригаду в лесу держать вот и сейчас уже сделали теплые полы газовое отопление ну а воздуховоды так и сохранились то есть там все осталось да не не замуровали значит замуровали только вот сам вход вот с этой стороны это вот это да я так понимаю друзья потом ход вот пряжка а вот это вот код то есть здесь висит вот такой вот замок посторонним людям сюда войти не получится но я думаю вам и так понятно как говорится разжевали и положили вам в рот вы знаете значит и еще особенность храма те строители которые ремеслики которые начали строительство этого храма впоследствии присоединились купцы естественно средства купцов уже нос с божьей помощью был построен такой храм потом здесь недалеко у нас нет века я храма на судоходная была и по ней товары привозились значит сюда отсюда уже купцы вы нам извините не покажете вот то что вы хотели я вас отниму вас еще немножко времени камни вы сказали очень интересно потому что храму проходит реставрацию я думаю вот эти кадры которые сейчас они потом их уже вернее храма изменится откликнется и нам поможет а давайте вы скажете вы можете в принципе передать привет родным если вы у вас есть такое желание и плюс рассказать вот попросить о помощи на помощи на данный момент храм очень нуждается в помощи зимняя половина храма сделано с той стороны летняя часть храма значит там только штукатурка и пока больше не ну вторую половину перегородка перед перед не за что делать может иностранцы посмотрят и откликнутся ли кто-то из наших из отечественников но если самый большой храм московской области как ювеналий сказал это храм христа спасителя московской области но у вас меня занесло сюда случайно но я сам от любуюсь любуюсь какой день уже прихожу и вот как божий умысел это то что я здесь оказался снимать потому что самому очень приятно я думаю людям будет очень его очень приятная женщина ну вот как то вот так поэтому вот колокольню да вы сказали ну я думаю да такое вот друзья дом тамара яковлевны вот цветы конечно я думаю дорогие дорогие друзья подписчики если кто-то из вас может помочь чем-то этому храму какая-то какую-то копейку как говорится копейка рубль бережет и может быть поможем все вместе на восстановление этого замечательного храма потому что таких мест немного уже в россии осталось я думаю благодаря нашим силам нашим совместным усилиям мы сможем что-то сделать в этой жизни доброе хорошее а также спасибо от души тамаре яковлевне за ее то что они отказалась дать интервью рассказать потому что многие люди просто убегали они видимо боятся видеокамеры не хотят попасть в интернет но например я когда сюда приехал мне очень тяжело было вообще историю этого храма узнать до сегодняшнего дня до сегодняшней минуты до сегодняшнего часа скажем так давайте пройдемте дальше куда вы хотели нас с подписчиками и просто со зрителями показать нам это место где захоронение святых я так понимаю да пойдемте знаете очень много смотрит людей я думаю что люди вот приедут и думаю но есть богатые люди которые им куда-то нужно деньги вложить вот а я считаю то что вот если чек не даже камень с тех времен я его убирать не стала потому что это не просто куда-то положить деньги в банк под процента это войти в историю как говорится если помочь доброе дело не просто доброе дело даже не знаю слов у меня нет а пойдемте поближе подойдем и вы я вас на пони извините а вы про эту преску не расскажете мне можете вот сюда вот встать напротив я вас я не расскажу просто конечно это отбившего захоронения вот те памятники а вот это могилка последнего священнослужителя этого храма какая извините друзья дорогие друзья давайте поближе посмотрим что нам тамара яковлевна показывает тамара яковлевна а если по точно как это вот сказать так чтобы могила или памятник значит я еще объясню вот потому что мы не знаем где были точно все захоронения поэтому вас поставили крест общий для всех друзья вот он крест вдалека думаю вам видно то есть этот крест он общий получается общий крест потому что были раз было разграблено все и мы не знали где где какая могила ограбил кто во времена войну нет ни войны почему в тридцатые годы у нас сбросили колокола здесь храме был можем и что здесь не было тракторный стан зернохранилище все было когда храм забрали девяносто восьмом но реставрация более такая активная началась девяносто восьмом но пока документы оформляли в общем священнослужителя мы не стали ставить памятника поставили крест потому что друзья вот такой вот крест давайте посмотрим что здесь написано протеерей воронцов филар михайлович друзья думаю чем видно вот интересно какой вот захоронение вот отсюда крест вот так пока еще здесь же были камни и ну вообще ну грязно очень было я когда начала клумбы разрабатывать и привезли мне торф вот под этой лиственницей значит машина провалилась по по крышу не по крышу а на мосты села я заглянула с одной стороны кладка была и другой мы значит снова освещали это место заранее делал захоронение отрывание и больше всего ни одну машину я сюда не запускаю трассу не слушайте как интересно дорогие друзья и подключите вы видите как интересно я уже отчаялся и думал мне никто не расскажет об этом месте и вот добрый человек появился наверное это более чья то выше чтобы узнали потому что думаю если бы это не было чья то воли то навряд ли бы сейчас тамара яковлевна нам что-то рассказывала спасибо вам большое что-то еще интересное скажите для фактически господи поскольку снесен был полностью забор я высадила зеленый забор почему потому что но выхода не было денег всегда не хватает вы так и не сказали может вы кому-то привет передадите из родных из близких есть у вас кто кто-то кому вы хотели есть в красноярске есть сестры и вообще все родственники конечно я бы очень хотела передать им привет и кроме того у двоюродной сестры муж священнослужитель очень приятно очень приятная женщина спасибо вам большое от лица подписчиков от моего лица думаю люди посмотрев это видео обязательно приедут сюда вот святое место а также надеемся то что найдутся откликнутся люди которые смогут финансово как-то помочь вот на а я знаете я тоже снимал давайте еще разок поснимаю для людей вот друзья видите да единственная просьба если кто-то может помочь пожалуйста вот эта часть храма у меня не реставрирована я из норильска купили рядом с храмом дом а пойдемте в последствии батюшка пригласил меня работать вот я в принципе сказала что я мало знакома с религией что мы сейчас все учимся вот таким образом я 18 лет работаю в храме это очень долго за кем вы в храме приходите значит до но сейчас после операции уже не работаю но я все равно работаю а вообще старостка храма была вот такой к вам вопрос вы не смогли бы мне сказать банковский номер карты в банковской чтобы я под видео указал и может быть люди будут какие-то делать перечисления можно это будет у вас взять информацию эту значит мы сейчас можем пройти за свечной стол и у них там есть ой как здорово то есть и люди могут по этим реквизитам делать знаете даже как на душе светло стало то что все таки я смогу наверное это тоже с моей стороны какая-то будет какое доброе дело и мне там на небесах это зачтется надеюсь добрые вы считаете добрый я не только считаю но вот храм настолько намолен вот мы как раз подошли ко дну это здесь находит свечная лавка но когда первый раз услышала пение ангелов или подумала что я батюшки только рассказала через три года подумала что примут люди неправильно слышу поют ключи у меня никого в храме нет я прошла вперед значит прекратилась прошла назад сюда снова эти пение и потом когда приезжали туристические группы но здесь недалеко от нас есть поселение лобня оттуда часто приезжают туристы а вот ну где ширине чего порт международные так вот они мне ответили что знающие люди приходят и слышат пение ангелов вы знаете я тоже был в храме но там пели девушки но или женщины я просто возраст не знаю какой по голосу сложно понять но настолько это красиво было я вот был других церквях но настолько я вот как это правильно корр или как вот сказать может у меня поправить и такого пения я не слышал и вы знаете у меня тоже жизнь такая я до этого на вахте работал и не заплатили потом я без денег на вокзале ночевал то есть я уже отчалился его случайно приехал сюда а у меня три года назад матушка под поезд попала вот и как бы я остался сиротой отца у меня по сути нет я с ним никогда не поддерживал отношения тяжело мне об этом рассказывать но вы знаете я своей жизни очень много и матушку бывает не слушался и поступки мне не очень хорошие были вот я уже отчаялся совсем хотел на себя даже руки наложить даже пытался было такое и алкоголь пытался и много чего я пытался как вам так сказать и все равно у меня мысли были то что жизнь еще не окончилась то что может быть у меня еще есть шанс как-то стать наверно человеком действительно что-то изменить своей жизни как-то закончить ее достойно да и вы знаете я оказался в этом месте я сам у меня с мурашки покупок по телу бегут я по коже я оказался в шоке то что вот храм вот это вот все напротив я общежитии живу здесь рядом и то есть я уже настолько отчаялся и здесь вы знаете такой начальник у нас хороший его андрей зовут кстати андрей тебе привет наш бригадир жена его здесь тоже надежда работает дочка анастасия приезжает сюда тоже свободно от учебы время работаете вы знаете вот как какую-то семью попала стал ее частью и я не знаю конечно я вот уезжаю на днях вернусь сюда или нет снова но все-таки чудеса бывают они случаются и наверное это все-таки бог он есть и я здесь не просто так оказался плюс птица вот чудо птица я ее назвал и вы знаете настолько я отчаялся уже в этой жизни меня вот видеосъемка как-то успокаивает все-таки наверное если бы не блогерство я бы наверное уже не ходил по этой земле погрешный я вот на лавочке очень часто здесь парке вот уже снимал я сажусь после работы прихожу сюда и любуюсь вот на этот храм то есть такой полумрак уже темнеет и очень здесь красиво поэтому я думаю да то что все таки наверное это были ангелы вместо действительно очень сильное место очень сильное место очень намолено и когда приезжали паломники из питера стран штата и в общем отзывы даже паломник место исправления скажем так потому что я тоже вот какие-то гадости в жизни не творил вот показался здесь и наверное что-то я должен сделать чтобы закладить какую-то свою вину там перед мамой перед родными и близкими просто перед людьми кого обидел может быть когда-то и поэтому оказался здесь а можете просто клумбу показать мы во двор по мне будем заходить цветы а пойдемте поближе подойдем покажем нашим зрителям подписчикам и просто людям нависки у нас зелени мне было для меня все это было вновь в диковину сначала учила название цветов потом младше устройством я вот тоже здесь дедушка торгует сиренью я вот тоже не взял я сам с воронежа посадить у себя сирень там тоже у нас есть но такой сирени нет здесь она у него сказалось питомника может вас там где-то есть питомник а у вас собаки надеюсь нет просто я человек с улицы и чтобы я заранее интересуюсь это виноград друзья видите даже в подмосковье растет виноград а скажите вообще как в москве реально это так вот виноград плоды урожайность есть ли у меня реально я по три ведра собираю о друзья видите как все-таки а сорт такой может вы нашим а может вы сорт скажете винограда чтобы люди знали может изабелла изабелла друзья вот изабелла растет московской области а как и вот этого вашего охранника доблестного зону если погладить цапнет нет я смотрю он так это за крадется крадется елка привет не цапнет можно тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он кого елка друзья или были то нет я здесь пока мало где был это вот отсюда буквально вот где чудо значит монастырь постройки тысячи восемь тысячу триста шестидесятый год друзья я думаю вы узнали то что вам было бы интересно давайте попрощаемся давайте елка ее зовут елка давайте с ней попрощаемся а куда туда на себя елка давай пока тебе подписчиков пока елка давай пока все мы пойдем тамара якоблевна правильно да очень приятная женщина можно вам руку прошу поцеловать да что вы спасибо спасибо вам большое у меня просто вот тоже мама у меня была но вот ее к сожалению не стало поэтому а тоже не очень добрый была человек очень общительный отзывчивый поэтому дай бог вам здоровья крепкого долголетия и спасибо от подписчиков просто от людей кто зайдет увидит этот видеоролик и насладиться вот этой красотой может быть сам захочет приехать в это место скажем так святое намоленное да и посмотреть название храма значит николая чудотворца храм николая чудотворца видите как просто пришел уточнить название я вот ролики снимал до этого пару роликов но название хотел более точно узнать и зайти в храм и вот мы с вами встретились а храм нельзя таки поснимать можно друзья вот мы с вами друзья вот такая красота на улице жара плюс 28 здесь прохладно приятная прохлада посмотрите сколько икон вокруг красивое место давайте поближе подойдем посмотрим такие вот друзья иконы старинные даже я думаю есть лампада горит такая красота друзья как красиво смотрите и высокие потолки такие вот иконы с ликами святых посмотрите как красиво безумно красивый храм друзья смотрите вот иконы божьей матери смотрите здесь как картины стоят красиво я думаю такое вы не каждый день увидите такую красоту вот картина икона вернее смотрите я думаю это ручная работа так как красота друзья и 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 друзья я очень долго пытался поснимать этот храм и вот мне сегодня это удалось как раз за пару дней до моего отъезда вернее нам с вами это удалось друзья смотрите я думаю это ручная работа нажмите на паузу если хотите подольше посмотреть какая друзья картина икона верни вас поржет у вас на реставрацию нашего храма дорогие братья и сестры давайте поможем этому храму но все реквизиты будут под видео и вы сможете сами приехать лично пожертвовать какие-то средства свои или отправить храма которая еще даже не начинали только стукатурка стукатурка и сделаны остальные работы еще никакие не ведутся потому что нет средств пойдемте мы тогда дадите реквизит чтобы подписчики видели что из ваших рук чтобы это более достоверно выглядело добрый день реквизиты друзья дорогие друзья и подписчики под видео будут это банковская карта номер я правильно понимаю все реквизиты храма друзья это то что мы даем прихожанам кто готов нам дорогие друзья и подписчики я думаю для вас это не будет очень сложно сделать большое дело тамаре яковлевне мы пожелаем большого и крепкого здоровья долгих лет жизни всегда также улыбаться очень красивая женщина спасибо вам большое то что вы не отказали да нет только вы сюда куда-нибудь давайте на фоне на фоне храма что процесс заходит постоянный наш прихожанин и говорит амария ты на что службы нет я говорю нет я же только сейчас слышал пение очень красивое женское пение ну вот то что идет служба я говорю но вы же видите храм пустой никого нет покажите мне то место где вы слышали это пение и он меня вывел из храма и у нас значит значит большая трапестная ну вот это при храме говорит вот здесь слышу а где вы не покажете это место друзья очень интересно потому что я тоже слышал но я скорее всего слышу то есть он выходил из храма и заходил заходил вот оттуда он входил здесь это пение а когда открыл дверь видит что ничего нет ну а друзья чудеса бывают и в реальной жизни поэтому давайте поможем кто чем сможет навыск на реставрацию реставрацию этого замечательного храма я может быть тоже какое-то доброе дело делаю то что я снимаю выкладываю это для вас все конечно свои грехи я не смою но часть какую-то из них думаю мне удастся хотя давайте конечно очень интересно послушайте вот икона а пойдемте к ней подойдем к этой иконе что поближе люди чтобы дорогие друзья и подписчики вы рассмотрели о чем идет речь это икона анны кашинской это единственная святая которая канонизирована дважды здесь недалеко по клинской дороге есть поселение кашина и сын ее младший построил для нее там монастырь когда мы даже не могли различить и лик черная была вся через какое-то время я стала замечать что икона начала очищать очищение вот пожалуйста друзья на трижды вызывала реставраторов и и не взяли на реставрацию так как икона восстанавливается сама бывает уплачет иконы такое тоже вот даже венок венец начал проявляться подсвечивает немножко вот конечно видно да да это икона чудотворная а где у нас никола крымский в алтаре да ну вот не могу показать еще одна очень чудотворная икона значит но на данный момент она в алтаре находится мы не можем показать вот это никола мажайский крымский тоже икона восстанавливающаяся сама а то что плачут иконы бывает такое вообще значит не что что мироточили мироточила икона там вот просто очень много про это слышал и роликов уже видел люди рассказывали то что и бабулька мне моя тоже рассказывала но никогда не видел просто может быть в вашем храме что то есть удивительные друзья то есть она вот так вот мы повесили специальное объявление что находится на реставрации такие такая икон друзья икона божьей матери казанская священник сергий сапрону сергей или сергий сергий 2 октября 2019 значит вот это старинные иконы которые люди приносят в храм у кого от бабушек осталось это очень-очень старинные вы знаете могу я привести у меня есть очень-очень древние старые я не знаю как правильно сказать они наверное денег очень больших стоят но я не хотел бы я хотел бы их просто отдать могу я и заодно поснимать как я вам их привезу чтобы это все задокументировано было могу я отдать вам икона три или две очень они так сказать от прабабушки остались когда вы приедете чтобы мы пригласили настоятеля через месяц через месяц значит если вы сообщите мы пригласим настоятеля и он у вас примет их же надо будет освещение делать и прочее они в доме дом уже разваливается весь а иконы они знаете они очень если я не очень разбираюсь но я думаю что они очень прабабушка вот умерла лет пять назад ей был 101 год Елизавета ее звали вот матушка ее дохаживала и в 101 год ее вот не стало и иконы остались они просто покрываются паутиной я боюсь что в дом залезут и просто разграбят и на черный рынок их сейчас очень это модно а я бы хотел вы знаете я не вечный кто его знает может быть завтра что будет завтра есть захоронение Морстины это те которые значит начинали строительство нашего храма вот у нас висит табличка это по им завещанию они легче быть похоронены в храме вот это извините вот этот квадрат квадрат да захоронение это захоронение первое начало ну как кто начинал строительство этого храма вот друзья такое вот интересное захоронение я сразу бы и не подумал то что а можно да ходить или можно по их завещанию значит они завещали что люди должны приходить в храм и знать где находятся их мощи Тамара Яковлевна я имею ввиду нельзя же по могиле ходить это же могила получается это по их завещанию то есть можно наступать да вообще значит родственники Мошкиных у них свой склеп на Новодевичьем кладбище в Москве остальные все все их родственники похоронены там только вот они мужчиной захоронены их здесь друзья все таки я как-то мне не по себе наступать тем более на захоронение вот думаю всем видно а это какой язык древнерусский или как это латынь вот на латыни если кто-то я не очень хорошо умею читать если кто-то из вас можете нажать на паузу и у меня коленки хрустят и перевести что здесь написано а икона извините вот висит это вот это вот икона вот это вот икона извините висит это относится все к этому до захоронению да а что за икона еще раз не поясните так это у нас икона Сергея Радонежского так а на то есть просто здесь находится или она просто находится здесь а вот остальные иконы вы что-то про них знаете чтобы поближе посмотреть и людям рассказать ну в основном это новые фрески списки а пойдемте вы покажете вот чтобы максимум интересный ролик получился и чтобы люди знали вот старинные иконы угу угу три угу Петра и Павла а давайте вот так какие вы сказали вот эти три Петра и Павла Петра и Павла угу это Рождество да друзья Рождество Христово красиво вы можете приехать и посмотреть своими глазами не только моими а также своими глазами вот а здесь я смотрю Тамара Яковлевна здесь даже вот недавно нам ее принесли и мы пока еще не можем определить кто это даже видите верх еще не это у меня вот приблизительно в таком же состоянии вот что-то наподобие таких икон я бы наверное я вам их именно в этот храм мадам и привезу вы знаете я вызываю реставраторов и они уже смотрят и ну когда вот такие иконы приносят и говорят название то есть я могу при мне это все будет да делать конечно просто настоятель будет у вас принимать и настоятель он тоже уже знает еще такой вопрос здесь же охраняется все да чтобы я был спокоен то что я отдал храм находится под наблюдением видеонаблюдение ну да у вас здесь на каждом углу почти да ну что это очень хорошо друзья ну что это иконы те которые приносили люди и то есть и моя здесь тоже будет находиться конечно а кто ее будет то что это я как бы вы знаете вы знаете когда люди приносят иконы в храм никогда не надо указывать кто кто почему потому что это ваш дар храму ваш дар богу чтобы люди дальше молились на эти друзья я думаю бог все равно видят все и и будет знать то что это именно я сделал такой большой поступок никуда никуда не отнес никакой ломбард а именно отдал храму это иконы Николая Чудоковца центральная икона храма значит это список сделан монахами Афона друзья давайте посмотрим поближе икона Николая чудотворец который творит чудеса я здесь тоже чудом оказался больше это никак не назвать кроме как чудом и видимо иконы теперь мои прабабушки нашли свое место где они должны быть поскольку мы все не вечные храм я надеюсь еще долго простоит и эти иконы будут людям приносить радость ну вот это перегородка отделяет летнюю половину храма и зимняя половина храма отапливалась и отапливается вы показывали да а летняя часть храма не отапливается но когда мы сделали теплые полы вот здесь до этого отопления хватало на весь храм такой друзья храм большой большой зал очень красиво а стены здесь извините они это камень от метр двадцать до полутора потому что здесь очень прохладно хотя на улице тридцати градусная жара здесь прям хорошо очень приятная прохлада а не кирпич или камень значит колонны сделаны из белого камня угу 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 а вообще кладка кирпич угу красный да боже мой сколько я вам много сегодня рассказала вы знаете мы с вами я думаю вы в первую очередь сделали очень большое дело мне еще предстоит привести иконы сделать дела ну и выложить это видео сделать монтаж достойный чтобы ничего не пропустить то что я сняли снял да это поэтому надеюсь мои дорогие друзья и подписчики вам понравится это видео а если не понравится то все равно найдутся те люди которые 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 будут ближе знать московскую область да да прекрасно друзья такая вот красота почему я вам говорю жду вот эта площадь храма 960 квадратов так давайте за ноут вот эта площадь храма 960 квадратов с той стороны летний храм 680 ух как много да это не считая общая площадь храма тысячу восемьдесят самара яковлевна может быть рад я вам покажу может быть расскажете то что вот здесь при входе в храм картины вот я смотрю фотографии это делали ну слегки ну первоначальные которые ну друзья вот пожалуйста здесь еще ни ворот у нас ничего нет угу угу ну это вот первоначальные слегки угу то же самое значит только храм угу угу вот сторожка эта кирпичная красная больше ничего ну ну друзья ну видно никольский собор а что значит села рогачева 1500 год это когда 500 год это село рогачева угу это ему получается уже 500 лет да угу друзья если быть точнее 520 лет 520 лет этому селу здесь говорили я услышал село было здесь мужики сильные только работящие жили и что-то с какой-то купец был говорили его забили туле рыбы туле чем-то не слышали такого мне вот здесь у вас у вас уходила женщина она по-моему пепча пепча или как это правильно сказать вот вот я ее спросил она говорит то что здесь всего именно мужчины были очень сильные какой-то был это с кем вы разговаривали она во всем темном была во всем темном была здесь при выходе она с батюшкой в машину садилась вот но я очень ее умолял чтоб она мне на камеру но она мне отказала то есть как бы сказала то что она точно не знает вот и поэтому я уже отчаялся и вас встретил вот а вот это расскажите пожалуйста вот эти вот может быть это вот крестный под значит друзья такие фотографии это же фотографии правильно а здесь сейчас есть православная школа сейчас на данный момент все закрыто а вообще была в связи с вирусом с карантином сейчас друзья вот здесь мы находимся внизу в колокольне вот эта фреска тоже вызывала этот аппарат сказали что восстановление подлежит с этой стороны и с этой и вот друзья давайте я отойду видите какая фреска и и и . и и и и и и посмотрите вот колокольного покажу значит при нем это колокола оттуда сбрасывались и задели вот это белый камень видите да 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 друзья значит так вот здесь этот белый камень он ложится вот так полтора метра икону Анны Кашинской принесли старые люди которые делали уборку в разрушенной церкви и нашли среди хлама вот эту икону и принесли ее нам в храм и вот я за этой иконой 15 лет наблюдаю икона восстанавливается сама дорогие друзья и подписчики если у кого-то из вас есть иконы вы можете и вы не знаете может каким-то обстоятельством семейным они у вас просто лежат то вы можете их сюда будет адрес под видео адрес этого храма более точный вы сможете привезти и отдать их храму я думаю вы сделаете большое дело не только для своей души также для остальных людей подойдемте поближе подойдем посмотрим этого коршуна я думал это сокол даже ролик назвал сокол оказывается я ошибся друзья прошу прошу прощения то что оказывается это коршун пишите в комментариях как посчитаете сокол то или коршун но друзья пришли к нашему другу снова вот мы где-то за такой орел такой это коршун друзья от не орел все-таки теперь расскажите подписчикам приобрели его для того чтобы значит здесь очень много галок ворон и чтобы он их отпугивал а что чем они мешают вот эти то что они каркают во первых это то что на колокольне пока у нас нет ни жалюзи ничего не гадят гадят чтобы он охотился да вообще он сказали откуда он здесь как он оказался мы его кто-то из прихожан подарил нам потому что какие-то кто-то говорил клетку сделали друзья а кто-то вот говорил с питомника кто-то вообще говорил лапка сломанная было и люди его подобрали и отдали вам и отдали на то есть такая вот из версии правдивая вот то что люди подобрали а сладкий нам и вот мы для нее сделали вольер и друзья опилки друзья смотрите он нам улыбается такой вот коршун совсем это не сокол о друг он уже ко мне более по-доброму относятся я уже здесь четвертый раз вижу второй или третий нет второй раз я увижу но он уже нам улыбается с вами смотрите как она улыбается привет сегодня снимаю с руки и салфи палки я был мимо проходил посмотреть название храма но столько снял всего что и мы действительно когда готовишься заранее ничего не получается когда не ожидаешь море информации сегодня для вас удалось мне улыбиться у тамара яковлёна смотрите как он нам улыбается какая милаха да друзья ой какая милаха какая милаха такой вот такой клетки живет вот такой вот дом добрый коршун чудо птицы друзья и назвал жар птица даже да наверное это как сказки может этот мультик смотрели читали сказку когда жар птица на себе мальчиков маленького маленького мальчика переносила также горшин мне приснится буду во сне на нем летать вам друзья давайте отдыхает не будем тревожить лишний раз и без нас хватает зрителей то надоедает это чудо птица поэтому пойдемте по своим делам друзья друзья смотрите как он нам улыбается все не улыбнешься разочек и как как будто на себя в зеркало смотрим и милах регулированный он значит у нас питается только окорочками а а мышей живых там ничего здесь нет этого зоомагазина поэтому покупаем а карачка в магазине именно курицу да именно курицу и именно только бедра спасибо спасибо вам большое занимаюсь прополкой вид то ну да кстати давайте скажем спасибо тамаре якобы мне тоже здесь так красиво как я вот когда впервые увидел какие-то райский уголок такой то еще это благодаря этой русской сильной женщине ее усилием видите как территория храма преобразилась как она выглядит все благодаря тамаре яковлевне передадим ей громадное спасибо дорогие друзья и подписчики и просто не проходящие уходящие люди моя любимая фраза раз повторюсь скажем спасибо этой сильной женщине за ее труды настоятель храмом который в основном занимался реставрации это захаров михаил владимирович первый настоятель храма и впоследствии продолжил его начинание по реставрации это клименко ягумен григорий в основном все реставрационные работы были сделаны вот друзья теперь мы знаем историю этого храма и людей которые восстанавливают вот дом божий такая вот красота друзья очень сильное место это чувствуется когда вы находитесь на территории поэтому пишем комментарии ставим лайки а также подписываемся на канал и не забываем приезжать наверно первым делом приезжайте сюда в это место потом уже все остальное 6 лет этой еле голубой 7 лет друзья и шарообразные а вы как-то сами до постригает а ухаживать за ними тоже же дорога конечно вот друзья такая и кстати такую же себе хотел посадить участок такой каштан точнее почему ну вы знаете всегда как-то у вас дом ваш не пытались купить не уговаривали вместо такое вы знаете я не хотела продавать свой дом потому что сейчас не почему во первых всю жизнь и проживший в норильске нас мама маленьких туда привезла там где не было храма я считаю что это бог меня сюда привел вот что купили в это был разбившийся дом вот но восстановили вот дом тамара яковлевны дом тамара яковлевна друзья спасибо хочется передать всем привет на речо нам всего доброго и приезжайте в гости спасибо тамара яковлевна обязательно приедем дорогие друзья и подписчики у вас какие-то будут вопросы тамара яковлевна настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма я староста храма староста измените староста на пенсии вот но какие-то вопросы люди могут да к вам зайти и спросить а вот крещение например детишек проводится в этом храме все и то есть это можно к вам все вопросы да все все проводится и все праздники и крещение друзья поэтому если что-то адрес какой более точный у вас площадь осипова храма адрес 26 а ваш дом 1а 1а а я давайте мы с вами уже пойдемте на выход сегодня хватит поэтому не забываем ставить лайки и комментарии подписываться на мой канал дизлайки тоже можете ставить но лучше конечно лайки и жирные друзья думаю видно колокола не висят почти вернее их совсем нет нам говорила женщина то что их поскидывали которая нам провела экскурсию по храму по его территории вы можете своими глазами увидеть что нет колокола